Ну, первый мой доклад заявлен про удивительное открытие гравитационных волн. Вот это так. Да, ну, про удивительное открытие гравитационных волн. В кавычках. Ну да, в кавычках открытие. Вот именно в кавычках. Вот здесь, конечно, сразу много вопросов, значит, и много таких вещей. Вот гравитационные волны прыгают, и что-то нам открывает. Так вот, значит, всё связано, во-первых, с проблемой, вся эта космологическая вещь связана с фундаментальными проблемами науки, с фундаментальными проблемами математики. Почему, например, можно моделировать, значит, математически что-то, и до какой степени это можно моделировать? Потому что вот сто лет назад Эйнштейн ушёл в сторону и дал всем теоретикам очень хороший карт-бланш. Раньше, чтобы построить какую-то теорию, надо было годами записывать какие-то наблюдения, выводить закономерности, и уже в результате этих наблюдений какие-то выводить теории. А он сказал, давайте мы напишем на туалетной бумаге сидя где-нибудь. Уравнения подтвердились, значит, всё не подтвердилось. Так вот, следствие, значит, даже самих этих уравнений, вот это вот здесь написано, что коллапс для до радиуса с точки зрения внешнего наблюдателя, то есть вот мы наблюдаем, там есть где-то чёрные, ну пусть есть чёрные дыры. Значит, если чёрная дыра начала образовываться в первую секунду рождения нашей Вселенной, то мы ещё миллиарды, тысячи миллиардов лет будем наблюдать, когда же она создаст горизонт. То есть их нет. То, что там падающий сумасшедший в эту чёрную дыру падает и наблюдает, это совершенно нас не интересует, когда он будет наблюдать. А мы реально ни одной чёрной дыры наблюдать даже вот по этим уравнениям не можем. То есть наличие каких-то решений о наличии вот этих чёрных дыр может говорить только о нарушении логики, ну и вытекающие из этого какие-то вещи. И вот это написано вот именно, значит, вот в этой книге, вот я подчеркнул, что он... А что отметили детектора? Ну ладно. По тем же уравнениям выходит, что, значит, время при падении в чёрную дыру замедляется. И мы, по идее, должны видеть... Ну ладно, мы уже предположили, что пусть они правы, пусть существуют две чёрные дыры. Вот они сливаются где-то. Мы должны предположить. И вот они сливаются медленнее, медленнее, медленнее. А результат вот этот вот, как видим, сначала широкая, а потом всё быстрее и быстрее. Ну как это может быть, если по их же уравнениям выходит, что должно... Ну, говорят, они ещё далеко друг от друга, а потом мы уже всё это потеряем. То есть коллапсирующая сфера эта не исчезает, свет от неё должен слабеть, частота... То есть вот эта вот должна не так выглядеть, а вот наоборот, как-то вот такое вот. То есть что они отметили, неизвестно. А оказалось, что это отметили, они какое-то тоже теоретически взяли... И вообще вот теория относительности. Вот все знают этот исторический процесс. Лоренц вывел преобразование из какой-то теории динамического эфира. Потом эту забыли, её до конца, эту теорию не доработали, от неё отказались. А весь 20-й век, значит, всё под эгидой. Открыли теорию относительности. Открыли. Что значит открыли? Придумали. То есть, когда говорят, что-то доказывают, я смотрю, доказывают преобразование Лоренца. Значит, частица замедляется, там где-то увеличивает время преобразования Лоренца. Реакторы преобразования Лоренца. Так что подтверждают? Говорят, подтверждают теорию относительности, придуманную. А на самом деле, значит, подтверждают преобразование Лоренца, выведенные из теории динамического эфира. Вот интересная вещь. Так вот, впервые в истории это постановили, что человечество зафиксировало гравитационные волны. Постановили. Но вот интересную работу я нашёл недавно. И, значит, сама физика может описывать поведение коллективов. Значит, если они однотипны и примитивны. И вот исследователь Михаил Бакович из Бельгии, из института, сообщает о результатах, вот, и при принятых многолетних наблюдений, что физики, физики, теоретики, примитивно похожи. Это, значит, на анализе вот того знаменитого открытия сверхсветовых нейтрино. Что вот сразу раз, и все, как курицы, на корм сбежались и так далее. Вот такое интересное замечание, то есть примитивно. Так вот, вот они, должно было быть, у них вот такая картина. Опять же, постановили, гравитационные волны открыты, спешно, буквально не прошло месяц, а получают премию, то есть не получают, а начисляют сами себе премию, по сути дела. Три миллиона долларов, вот эта вот премия, и вот здесь ссылка. Это специально даже премию придумали. До Нобелевской премии, до осени не дождались, а уже, значит, по-моему, в мае, в феврале или в марте опубликовали, через полтора месяца, как, с такой скоростью, я не знаю, как это может быть, постановили так. Вот. Ну ладно. А где источник? Вот здесь другая загадка, здесь уже более поздняя картинка, значит, вот я говорил, а вот это сентябрьском открытие, в декабре еще какой-то открылись, оказывается, источник по половине неба раскидан, вот они говорят, по небу раскидан. Но, если еще другой момент посмотреть, вот две большие массы, с такими большими полями, а они что, свободные? Явно, около них газ, какие-то частицы, может быть, планеты. И вот во время такого катаклизма они должны какой-то световой импульс, значит, то есть засветиться, гиперновое, сверхновое, там еще какое-то после свечения, его не обнаружили. То есть, вот все говорит за то, что не обнаружено ни после свечения, ни, значит, ничего. Так что же они открывают? Вот. Есть ли другие возможности? Вот. А есть ли другие возможности? И вот я смотрю, вот это вот один детектор гравитационных волн, вот это вот другой детектор гравитационных волн. Если вот эту синенькую линию провести между ними, значит, ну, она примерно порядка несколько ста метров шириной, ну, я написал, что примерно 100 километров, потому что не знаю скорости, потому что скорость может быть разная. То есть, в этом районе может произойти какое-то событие, то есть, на всей вот этой синенькой линии, которая вызовет относительный отклик на одном детекторе раньше, на 7 десятых миллисекунд, по-моему, чем на другом. Ищут они в шумах. То есть, шумы, известные колебания, они выделяют, выделяют, остается уже обработанный шум, и там, значит, вот эту вот похожую на теоретические наработки какую-то картинку. То есть, придуманную, с придуманной картинки. Ладно, вот на земле может быть такая линия, где может быть какой-то сигнал. Вот, мы знаем, что вот на этом детекторе, вот он, который севернее, немножко сигнал сильнее, вот, видите, ярче. Второй вот этот вот, вот эта вирга, он еще не работает. Второй вот, значит, он слабее. И тогда, соответственно, мы можем, значит, предположить, что, ну, здесь я только вот один написал, что на этот детектор сигнал поступает, значит, по одному плечу, то есть, одно плечо оно срабатывает, а второе послабее, и он сильнее выделяется. А на второй детектор примерно на оба плеча, поэтому он слабее. Оба плеча одновременно срабатывают, и он слабее. И, значит, у нас получается два, ну, здесь я убрал другие вот конусы, два конуса вот для этого, значит, плеча. Ну, здесь должен был еще один. Ну, я его просто, значит, исключил здесь из этой картины, потому что считаю, что, значит, он не подпадает по другие критерии. И для этого, и вот результирующая картина, вот синенькая посредине, и вот этих два, значит, выделяет область, возможную область, значит, это 90, от 60 до 90 градусов, и это очень узкая полоса. Очень узкая полоса, полоса, где может быть сигнал, который, значит, редкий, достаточно редкий сигнал, который вот эти детекторы распознали, как какое-то гравитационное колебание. Это, значит, область, вот это Гренландия, вот это вот два острова Смилдивон, и, естественно, мы знаем, что Титаник погиб, когда вот один айсберг тут на него налетел из этой области. И здесь вот ледников много. И когда вот я слушал, значит, звук, они сразу, это звуковой диапазон, а он как бум, как шарик стеклянный обстекло, бум, значит, совершенно, значит, очевидно, что разлом огромного, значит, ледяного пласта может вызвать примерно аналогичный звуковой сигнал. То есть стекло ломается, как лед ломается, вот. И он через примерно 40, может быть, полчаса, я не знаю, либо это волна сейсмическая по земле шла, и там непонятна скорость, может быть. То есть локализовать это очень сложно. Либо это, значит, звуковая волна, тогда через несколько часов эти, значит, детекторы сработали. Но явно, что вот какой-то из ледников, тем более сильный сигнал был пойман в сентябре месяца. Смотрите, июль активное подтаивание ледников, сентябрь практически в этих широтах начало уже непогоды штормов. Подтаивший ледник под воздействием новых осадков ломается или айсберги, значит, сталкиваются. Вот, значит, первый доклад, значит, у меня.